расходы на содержание недвижимости заслуживают детального разговора в нашем проекте мы начали с налогов поговорили о воде и электричестве сегодня о страховке и платежах банку ты упомянула расходы связанные с переводом документов для банка что это такое и сколько это стоит каждый год в банк необходимо предоставлять документы о доходах которые подтверждают источник происхождения денежных средств которые перечисляются на счет в испанском банке это те документы о которых мы говорили о доходах уже предыдущих сериях что это может быть справка о доходах налоговая декларация отчета прибыли зависимости от того какой источник дохода эти документы как правило необходимо переводить на испанский язык. Перевод нужно делать либо в посольстве Испании в своей родной стране, либо же на территории Испании у присяжного переводчика. Только такие переводы принимают банки. По стоимости, как правило, одна страница стоит около 45 евро, но никогда нельзя сказать, что все страницы будут исключительно по 45, если это документ из трех листов, но на каждом из них по несколько строк, потому что он оформлен в виде какой-то таблицы. Или же этот документ полностью заполнил все три листа. То есть, естественно, это будут разные цены. Переводчик всегда оценивает по объему работы. Это можно запросить стоимость, узнать ее заранее и согласовать клиенту. А цель этого документа для банка? Что тем самым банк хочет узнать? Цель такова, что банк хочет проверить, не черные ли это деньги. Еще знаем, что я уже купил недвижимость. Да, но ежемесячно идут оплаты счетов за свет, за интернет, за телевидение, за воду раз в три месяца, за мусор. Где берутся эти деньги? Если квартира сдается в аренду и идет доход от аренды, тогда это будет налоговая декларация испанская. Ее не нужно переводить, потому что она будет на испанском языке. Ее нужно просто подать в банк и показать, что вот я заработал эти деньги мои, они легальные. Если квартира не сдаются, оплаты это все равно идут, расходы на содержание недвижимости. А деньги на эти расходы идут из другой страны. В последнее время настолько ужесточили требования, что даже внутри страны банк не может положиться на то, что другой банк проверил. Например, если уже пришли деньги в Испанию в какой-то один банк, и с этого банка внутреннего, находящегося в Испании, перечисления идут на банк в Испании, все равно этот банк потребует документы. Он скажет, я не знаю, тот банк проверил или нет. Мне нужно вести ответственность за себя. Вот так, строго. Строго, строго, строго. Ну, давай тогда перейдем к вопросу страхования. Стоп. Мы понимаем, что информации много, но потерпите, осталось буквально несколько минут. Как я понимаю, покупка страховки, она в общем не обязательная история, если вы не приобретаете недвижимость в ипотеку. Но все равно, сколько стоит застраховать свое жилье в общем случае? Примерно это от 180 до 250, максимум 300 евро в год. Это зависит от типа недвижимости. В основном от типа недвижимости, от том, в каком она районе расположена, районе города, самом городе в год. Что обычно покрывает такая страховка? Обычно покрывает, например, случаи, когда затопило квартиру. Или когда случилась авария и затопили какую-то квартиру соседскую внизу. Это тоже выезжают эксперты страховой компании, разбираются, к какой квартире относятся эти трубы. Бывает такое, что эти трубы относятся к общему коммунальной службе. Тогда это будет покрывать страховка коммунальной службы. Если эти трубы относятся к квартире собственника, который имеет страховку, тогда, конечно, страховая компания будет покрывать. Или, например, такое бывает редко например за последние 400 года один раз и такое мы видели был все были очень сильные дожди несколько дней и некоторые квартиры от этого пострадали страховые компании также покрыли возместили все ущербы и все было отремонтировано но при заключении страховки нужно смотреть полис что покрывает и что не покрывает и можно конечно же добавить что-то или убрать как ты оплачиваешь страховку как и где страховку можно оплатить только автоматическим списанием со счета при заключении полиса нужно подать страховую компанию номер банковского счета с которого будет ежемесячно списываться оплата ежемесячно или ежегодно в данном случае мы говорим о страховке на недвижимость то ежегодно другого способа никакого в испании не существует нельзя получить квитанцию пойти платить и только если нет банковского счета страховку оформить невозможно окей но и давай На всякий случай еще раз подытожим примерный уровень расходов. Если ты приобрел квартиру стоимостью, скажем, 200 тысяч евро, квартира не ипотечная, что тебе в среднем придется ежемесячно платить? Это налог на недвижимость, налог на доходы нерезидента, оплата счетов за свет, за воду, за вывоз и утилизацию мусора, коммунальный платеж, оплата перевода документа для банка, ну и если есть страховка. Ну что ж, с платежками разобрались. К счастью, жизнь в Испании прекрасна независима от размера до просходов. Прекрасна настолько, что многие переезжают сюда насовсем, вдохновленные вот этими пейзажами и соседством вот с этими людьми. Как покупка недвижимости в Испании поможет в переезде? Начнем говорить об этом в следующей части нашего проекта.